Денишбек Токтурбаев опять хочет налогообложить козочек и коровок. Не ймется ему, что у кого-то доходы могут быть лишние. А пока он это делает, Минкульт хочет цензура обложить кино. А потом сериальчик снять на бюджетные денежки. Садыр Джапаров, уставший от этой катавасии, собрался в Москву, а его пресс-сек тут отдувается за интервью с Бакиевым. Обо всем этом подробно расскажу в выпуске. Привет в эфире НЕ Новости и я, Олеся Цурикова. Бу-бу-бу, говорит пресс-сек президента, а точнее руководитель службы информационной политики администрации главы государства Дейрбек Орунбеков. Недоволен он, что все так бурно обсуждают Кадыра Кушалеева и его интервью с Бакиевым. Говорит, недовольных много. Даже о ужас звучат призывы сместить его с должности председателя народного Курултая. Но это, считает Орунбеков, бессмысленно. Ведь на следующем съезде будет совсем другой глава, а по поводу Кушалеева все взъелись. Чтобы вопрос политизировать не надо так. Согласно пункту 25 регламента, утвержденного собранием народных представителей председатель и его заместители, избираются на срок полномочий собрания народных представителей большинством голосов делегатов. Поэтому с истечением срока собрания народных представителей закончатся и их полномочия. На следующем съезде народных представителей председатель, его заместители и секретарь переназначаются большинством голосов делегатов. Поэтому, принимая во внимание, что председатель народного Курултая будет обновляться на каждом очередном Курултае, считаем, что не нужно политизировать дискуссию вокруг Кадыра Кушалеева. Интервью с бывшими главами государства президентский пресс-сек, ну или можно сказать адвокат, назвал профессиональными поисками журналиста Кадыра Кушалеева. Ах, ну да, ну да. Профпоиски и душевный порыв. Напомню, сейчас активно обсуждается, вероятно, запущенный процесс по реабилитации беглого президента Курманбека Бакиева, который в нашей стране заочно осужден на 30 лет тюрьмы. А Кадырбек Кушалеев, который взял у него интервью, напомню, не только председатель народного Курултая, но и работник НТРК. Хотя канал от такого интервью и журналиста открестился. Говорят, мужчина сам решил все это сделать, никто ничего ему не разрешал. Сам же автор интервью ничего зазорного в своем поступке не видит. Говорит, я все согласовал с госсекретарем Суенбеком Космомбетовым и вообще все норм. А сегодня, тем временем, у здания Джугур-Кукиниша в Бишкеке прошел митинг. Собравшиеся выступают против возвращения Курманбека Бакиева в страну. Они прочли молитву и прошли пешим маршем к зданию НТРК. Уважаемый Садур Нургуджоевич, рядом с вами человек, который нарушает покой, подрывает стабильность, покушается на единство народа. Обратите на это внимание. Здесь собрались только представители со всего Кыргызстана. Что если завтра придут не представители, а весь народ? Или у него нет прав? Сколько еще мы будем успокаивать, утешать, удерживать людей? Говоря им, не собирайтесь, остановитесь, нам нужен покой. Участники апрельской революции потребовали арестовать Бакиева и не допустить его оправдания. Но и заодно отобрать у Кушалиева председательство в Народном Курултайе. И это почти сработало. Правда, хоть ТЗ было и четким, результат вышел все равно ХЗ. Кушалиев должность покинул, да не ту. Уволился он из НТРК по собственному желанию. Во всяком случае, так говорят представители гостелерадиокомпании. Напомню, что они по его поводу начали служебную проверку. Но что теперь уж. Не дожидаясь итогов работы комиссии, Кадыр Кушалиев уволился, чтобы не навредить авторитету телерадиовещательной корпорации. Как это благородно, а главное неожиданно. Но вы проверку там не прекращайте, а то же все же кому-то отвечать надо. Вдруг выяснится, что это интервью ангажированным было, а не его собственной персоной инициированное. Вдруг, мало ли. Тем временем, Кемперабадское дело вроде как дорасследовано. Во всяком случае, следственная служба МВД готовится передать его в суд, сообщает адвокат Айдар Сыдыков. Правда, материалы дела самим фигурантам и их адвокатам не раздают. Потому что даже правоохранители не в курсе, что там засекречено, а что нет. Молодцы. Следственные мероприятия проведены. Нас знакомят с материалами уголовного дела. В ближайшее время следователи вынесут обвинительное заключение и направят материалы в суд. Так как нет четкого разграничения о том, что засекречено, а что нет, копии документов нам не дают. Поэтому мы знакомимся с ними в следственной службе. Следователь пока не заявлял ходатайство в части ареста на имущество. Так как самого преступления не совершено, значит и необходимости в конфискации нет. В ближайшее время мы получим развязку самого нашумевшего за последние полгода дела. Пока что для общественности без доказательного и бесперспективного. Напомню, кемперабадское дело возникло в октябре прошлого года. Нынешние фигуранты собрались в кофейне, чтобы обсудить спорное соглашение с Узбекистаном об обмене водохранилища на земле. На следующий день начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Все они до сих пор под следствием. Несколько человек под домашним арестом, остальные по полгода в СИЗО. Ну и к другим событиям. В Первомайском суде завершилось дело Акнета. Правда, почти два месяца назад, но рассказали об этом только сегодня. Основателя компании Кубана Аджимудинова приговорили к семи годам лишения свободы. Решение вынесено еще в начале апреля, передает агентство 24КИДЖИ со ссылкой на Первомайский районный и Бишкекский городской суды. Основатель Акнета признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 «Присвоение или растрата веренного имущества» Уголовного кодекса КР в редакции 2017 года. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии общего режима. Теперь основателю Акнета предстоит отбывать остаток срока, ведь он очень долгое время провел в СИЗО. С мая 2019 года по апрель 2021. А там один день приравнивается к двум дням отсидки в колонии. Также некоторое время Аджимудинов провел под домашним арестом. Эти дни тоже будут учтены. А ГКНБ тем временем не дремлет. Задержали сотрудницу счетной палаты за вымогательство 160 тысяч сомов и поймали с поличным, сообщают в пресс-центре госкомитета. Она вымогала средства у бывшего главы Ташмойнокского Аильного Аймака. Взамен обещала подделать итоги проверки этого МСУ на положительные. В итоге всю сумму женщина так и не увидела. Ее задержали при получении 100 тысяч сомов. Теперь специалистка счетной палаты в СИЗО номер один Бишкека. К другим новостям. Сегодня все в том же первомайском суде прошло заседание по иску ЗАО «Вечерний Бишкек» «Кактус Медиа». Суть претензий в том, что «Кактус» написал статью о закрытии и банкротстве газеты «Вечерний Бишкек», а еще об увольнении сотрудников. А это якобы неправда. В итоге «Вечерка» захотела взыскать с «Кактуса» 50 миллионов сомов. Из них 25 с журналистки, написавшей статью редактора и учредителя издания, а еще 25 с самого издания. В итоге райсуд удовлетворил иск только частично. Постановил взыскать по 500 тысяч сред коллегии и издания, вкупе миллион сомов и оплатить 700 сомов госпошлины. Однако «Кактус» не согласен с таким решением. Редакция «Кактус Медиа» представила доказательства по всем предложениям, которые истец просил признать недействительными. Среди них документы от ГНС о многомиллионной задолженности, справка с кадастра. Более того, представленной в суде копией решения Совета директоров ЗАО от 15 декабря 2022 года, истец подтвердил, что выпуск газеты с 1 января приостанавливается, что сотрудниками, которые не задействованы в выпуске газеты, нужно расторгнуть трудовые договоры, что у компании финансовые трудности, имущество арестовано. Суд не учел, что у юридического лица не может быть моральных страданий, чтобы требовать за моральный вред. Кроме того, истец не представил доказательств того, какой произошел отток рекламодателей в результате публикации. Но судья все равно решила обязать выплатить 1 миллион сомов. Теперь редакция намерена подать апелляцию и обжаловать приговор вышестоящей инстанции. А теперь что по политике? А то вдруг вы заскучали по ней. Матраимов, который депутат из Киндер, раскритиковал главу госстроя на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции. Парламентарий завидует? Он обвинил чиновника в разъездах по заграницам. Мы все хорошо знаем Джипаркулова. Он еще руководителем Мегакома был. По последней информации только по заграницам ездит. Нам бы хотелось лично обсудить с ним некоторые вопросы. Хотели бы узнать, что он сделал за время работы. Мы все хорошо знаем, что он сделал за время. Вот такая ситуевина. А тем временем президент завтра тоже улетит. Но это ничего страшного. Глава государства собрался в Москву. На заседание глав ЕАЭС сообщается под делом внешней политики его администрации Мурат Бек Азымбакиев. Садыр Джапаров 24 мая вместе с главами других государств, членов Евразийского экономического союза, примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире». Запланировано принятие ряда документов, направленных на укрепление кооперации между странами, участницами ЕАЭС. Дайте я угадаю, что он там будет делать. Обсудит ряд важных вопросов и примет участие в ряде крупных встреч. Вот увидите. Ну и еще будет обсуждение стратегического партнерства в Ангую. Ладно, пошутили и хватит. Тут еще более интересная весть пришла. Помните Джанишбека Токторбаева? Это депутат, которому постоянно неловко. То ему стыдно, что у президента нет самолета, то его обвиняют в избиении строителя. В общем, тот еще кадр. Вы явно его помните. Так вот, вчера инициированный этим парламентарием законопроект вынесли на общественное обсуждение. Это тот самый нашумевший проект закона о налоге на скот. Ну, вы точно помните. Он еще в ноябре его предлагал. С каждой овцы и козы по 100 сомов, а с крупного рогатого скота по 250. Я думаю, что можно вводить налог на крупный рогатый скот. Я предлагаю с одного барана взимать налог по 100 сомов в год. С крупного рогатого скота и лошадей по 250 сомов. Таким образом, в бюджет Айлок Мэтю поступит 1,5 миллиарда сомов. И они не будут просить деньги из госбюджета. Тогда эта инициатива вызвала широкие резонансы. И потом парламентарий поправился. Не со всех, говорит, взимать налог, а только с богатых. Поэтому в законопроекте прописано так. Физические лица, содержащие в частной собственности более 40 голов овец и коз, трех голов коров и двух голов лошадей, будут обязаны оплачивать новый налог. Один раз в год налогоплательщик уплачивает налог на сельскохозяйственных животных. Лицо, уплачивающее налог на сельскохозяйственных животных, освобождается от уплаты сбора за пользование пастбищами. Напомню, единой ставки налога за пользование пастбищами не существует. Она определяется для каждого угодья индивидуально. В зависимости от размеров участка, количества выпасаемого на нем скота и других факторов. Платится этот налог также за каждую голову. Очень условно, эта сумма около 60-100 сомов. Опять же, в зависимости от размеров животного, которое ест. И хоть люди, которые будут уплачивать налог на животное, освобождаются от уплаты налога за пастбище, все же отдавать денег будут примерно вдвое больше. Таким образом, инициаторы надеются увеличить поступление средств в бюджет Айлок Метю. И якобы всем станет лучше. Будут решаться вопросы местного значения, улучшится инфраструктура пастбищ и бла-бла-бла. А еще в справке об основании к документу говорится, что этот закон не повлечет за собой никаких негативных социальных, экономических и других последствий. Ну да, кроме очередного обезжиривания населения, ничего. А вы что думаете об этом? Свои ответы пишите в комментариях. Ну и напоследок вам про Минкульт. Это позитив, кстати, а то мало его стало в жизни нашей. В Кыргызстане снимут комедийный сериал о любви. Наверное, с нетривиальным сюжетом. Потратят на удовольствие 18 миллионов сомов из госбюджета, разумеется. Такую заявку Минкульт разместил на портале госзакупок. А точнее не сам Минкульт, а творческое производственное объединение «Кыргызсериал» при нем. Минкульт предполагает, что киношедевр будет из 12 серий. На съемки и монтаж дается год. Не знаю, есть там уже готовый сценарий или нет, но название придумано. Сью-кары-джашхак-каравайт. Любви все возрасты покорны. Надеюсь, это будет что-то масштабное и, главное, окупаемое. 18 лямов все-таки не шутка. И вот вам еще одна новость от того же Минкульта. Цензура вошла в чат. Ведомство намеревается создать экспертный совет при хргызтосмасы. Знаете, чем он будет заниматься? Проверять фильмы перед прокатом на злоупотребление свободой творчества. То есть искать там сцены порнографии и другие запрещенные к показу, так скажем, действия. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение. По плану министерства в состав такого совета будут входить специалисты в области кинематографии. И если они в фильме заметят это самое злоупотребление свободой, то фильм к прокату не допустят. А вот по каким критериям будут судить, пока никому не понятно и не сказано. Наверное, так же, как со свободой слово будут трактовать. Плохо в смысле. Таким образом, в Минцензуры намерены бороться с морально-нравственным разложением населения. Вот такие сегодня не новости, мои хорошие. Не забывайте ставить лайки и делиться нашими выпусками с друзьями. Это дело нужное. За новостями, как и прежде, переходите в наш телеграм-канал АпрельТВ и соцсети. Всех обняла. Пока.